Саля, давно ты последний раз была в ЗАГСе? В ЗАГСе я была, признаюсь, два года назад. Ну что ж, это яркое событие в твоей жизни. И в паспорте у тебя стоит, наверное, печать соответствующая. Все верно, Саша. Ты все правильно говоришь, потому что ты это знаешь. А что такое? Да, ну, слушай, ну, дело все в том, что теперь проверить запись о ЗАГСе можно не только в паспорте. Для этого создано специальное приложение теперь в интернете, которое можно скачать и проверить. И что там можно проверить? Наличие записи в твоем паспорте. А интересно, можно ли там проверить, если вдруг ты только собираешься идти под венец, нет ли у твоего кавалера там случайно еще одной жены? Многоженство запрещено в Российской Федерации. Но мало ли вдруг кто-то решил, что он может. А многомужество, кстати, считается? Ну, я думаю, что тоже запрещено. Запрещено? Конечно, Саша. Нет, ни для кого нет исключения, это точно. Ну, я думаю, что приложение очень полезное, потому что наверняка через него можно будет зарегистрировать все необходимые акты, подать заявления. Не только если ты собираешься выходить замуж или жениться, но также если какие-то другие важные события намечаются в твоей жизни. Занятие спортом – это важное событие в твоей жизни? Это очень важное событие, но, кстати, его не так часто бывает в моей жизни. Полностью солидарен, тоже страдаю от этого. А вот я знаю, что наш коллега… Да, Стефан Филатов. Нет, не Стефан как раз. А кто? Другой, с бородой. Артем Андроновский? Артем, абсолютно верно, да. Он спортсмен? Да, несмотря на то, что он постоянно занят на работе и допоздна сидит и пишет сюжеты, готовится к эфирам, он успевает еще и покататься на лонгборде, что тоже является видом спорта. А интересно, где? На Салгирке он это делает? Вот не знаю. Я думаю, что лучше у него самого спросить. А лучше всего посмотреть, конечно же, его сюжет. Что мы сделаем прямо сейчас? Суетливый ритм современных, больших городов. Пыль, жара и пробки. Вынудили спортсменов-адреналинщиков опоздать ту самую стихию экстрима и приспособить ее для плавного и комфортного катания по городской среде. Я говорю про лонгбординг. Поехали, разберемся, что это за рыба такая. Выросший из серфинга, лонгбординг теперь является самостоятельной и популярной дисциплиной. Возможность развивать большие скорости превращает увлечение в настоящий экстремальный вид спорта. Несмотря на обилие разнообразных стилей катания, самым популярным был и остается крузинг – простая езда по городу. Так называемый мягкий экстрим. Если мы используем его в качестве передвижения по городской среде, то тогда это вполне безопасно, если ты внимателен и не нарушаешь технику безопасности. Простое увлечение со временем может вырасти во что-то более экстремальное. На доске можно как спускаться с крутых холмов, так и выполнять опасные трюки. Тем более, что ограниченная уличная площадка очень скоро становится тесной. К сожалению, инфраструктура Симферополя налажена не лучшим образом, поэтому перемещаться на доске именно из точки А в точку Б – это не совсем удобно. Неудобные маршрутные развязки, барьерная среда. Все пешеходные дорожки, они узкие и чаще всего не в наилучшем состоянии, и просто разминуться с пешеходом становится невозможным. И все же, почему доски настолько разные? Вот есть, скажем, классический тип – рыбка, как у меня. Но есть и совершенно другие. Например, доски типа Твин. Ключевую роль играет как форма самой доски, деки, так и тип установленных шасси, траков. Лонгбордисту всегда приходится чем-то жертвовать, обменивая устойчивость на маневренность, а скорость на прочность. Начинающим спортсменам лучше всего остановиться на классике. Впрочем, как и всегда, вкус играет решающую роль. Покажи, какая больше понравилась. И на ней покатаемся. Вот это, да? Непростое в освоении хобби набирает все большую популярность. И неудивительно. И все же, несмотря на любые препятствия и преграды, лонгборд является достаточно комфортным, а главное, что быстрым способом перемещения по городу. Хотя есть люди, не разделяющие эту точку зрения. Александр попробовал свою доску, но пришел к противоположному мнению – лучше пешком. Вот мы и решили устроить соревнование. Я поеду на доске, а Александр пойдет пешком, огибая все препятствия, скажем так, своими двумя. Финальная цель – вечный огонь. Сейчас и узнаем, кто приедет первым. Ну что, удачи! Погнали! Низкий старт, и я впереди, но это еще не залог победы. Дорога, казалось бы, гладкая, но нет, крупная зернистость. Ноги трясутся, ехать дискомфортно. Статистически доска движется в два раза быстрее человеческого шага, если не брать в расчет препятствия на пути. Ну, что и требовалось доказать. Полторы минуты. Победа! В освоении городской среды самое главное – комфорт и удобство. Лонгборд однозначно сэкономит вам время, но не стоит забывать про экстремальную составляющую катания. Главное – не бояться и пробовать что-то новое. Артем Андроновский, Максим Турчев. Утро нового дня.